Зритель, хорошие новости! Сегодня лето, завтра лето и через месяц тоже лето. А это значит, что впереди еще много путешествий, событий и эмоций. Этот выпуск посвящен промышленному туризму. Что это такое, узнаем все вместе. Прямо сейчас. Я в Волково, а я в Белогорск. Пока! Амурская область богатая, большая, сельскохозяйственная. Именно поэтому мы и решили посвятить этот выпуск производству. Амурское золото, полезное молоко и сыр по авторскому рецепту. Что, где и как узнаете в этой программе. Я сейчас расскажу вам факт, который мне возможно не гордится. Амурская область занимает лидирующие позиции в России по сбору, переработке и экспорту сои. В качестве доказательства мы сегодня на современном, мощном предприятии. Промзона. Огромный завод по переработке сои и зерновых культур. Всегда мечтала попасть на территорию подобного предприятия. Ведь здесь особая атмосфера. Чувствуешь себя песчинкой среди этих громадин и будто бы причастен к большому делу. А с чего начинается большое дело? Чтобы это увидеть, нужно стать чуточку выше. Такой лифт точно не для людей с клаустрофобией. Тесновато и ехать долго. А мы на второй этаж почему едем? Полчаса уже. Потому что здание 14-этажное почти. Второй этаж, как 14-й. Где такое увидите? Приехали. Из волшебного портала попадаем в большое помещение. Вот и быстрая конвейерная лента, по которой перемещается соя. Пока она пуста. Территория завода очень огромная. И уже хотелось бы перестать ходить. Может доедем? Обязательно доедем. Только не мы, а соя. На 8-610 ты пошла. Все, понял. Встречаю. И я встречаю. Вот она. Наша гордость. И к ней можно прикоснуться. Только очень аккуратно. Богатство едет. Амурское золото. Наше. Конвейерная лента перемещает зерно в элеватор. Перемещаемся и мы. Перед тем, как зайти в цех, нужно облачиться в комплект санитарной одежды. Минутку. Достаточно красиво. Идем. Следую дальше в хронологическом порядке. Куда соя, туда и я. Меня привели в святая святых. Здесь расположен пульт управления цеха зерноподготовки. Вот точная схема всего цеха. На пульте, конечно, в миниатюре. А на самом деле эти резервуары занимают целых семь этажей. Подготовленные партии соевых бобов приходят к нам в цех зерноподготовки. Размещаются в силосах. После чего запускается линия подготовки соевых бобов. Запускается маршрут с компьютера. Все в автоматическом режиме. Соя проходит большой путь. Отчистка от минеральных примесей, взаимодействие с водой, сушка, дробление на 4-8 частей и так далее. И все это соевое путешествие отражено на пульте. Зеленые лампочки означают, что все сейчас стабильно, все нормально. Что оборудование в работе. В работе. Если что-то пойдет не так, оно загорится красным. Да, если оборудование будет остановлено, будет подсвечиваться красным цветом. Если ты внимательный зритель, то заметил, что на пульте иероглифы. Все потому, что оборудование прибыло на завод из Поднебесной. Качественное и новое. Получается, завод на основе советского предприятия снаружи и с современной начинкой внутри. А это у нас что? Весь производственный спектр. От сырья до готового продукта. То есть приходит сырье вот такое, как я понимаю, в чистом виде. Либо калибровка это, либо просто группированное сое. В зависимости от того продукта, который нам необходимо будет получить. То есть это по содержанию белка будет отличаться, по сорной примеси, по жиру сырье будет отличаться. Помимо высококачественного масла из семян сои, в процессе переработки можно получить разные разности. Природный эмульгатор лицетин, который используют в кондитерских целях, полнорационные комбикорма для животных и птиц, а также полезные белковые продукты – клетчатку и жмых. Вот прям хочется цитировать Ивана Крылова. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Я – та самая лисица. Почему я лисица? Потому что пришла на современную сыроварню. Только заполучать сыр обманным путем мне не нужно. Здесь угощают. Вот это гостеприимство. Акрепина, расскажите, пожалуйста, почему сыр? Вашей жизни появился. Сыр в моей жизни появился еще в детстве. Мне тогда было 5 лет. Мама проходила все вот эти курсы по сыроварению. И как-то с того времени, как семейная традиция, так и остался сыр в моей жизни. И это же какой-то особенный сыр, да, ваш? По каким-то семейным рецептам, наверное, секретным? Я бы не сказала, что секретным, но семейным. Потому что все сыровары, они обучаются, я бы сказала, где-то в одном месте. А потом каждый чуть-чуть по-своему делает. То есть если вы проедете очень много сыроварней по всему миру даже, в каждой сыроварне будет что-то свое. Вот у нас так же сложилось. Со временем мы рецепт чуть-чуть поменяли, отработали. Он стал наш семейный рецепт. Как в самолете. Иллюминатор в другую реальность. Точнее, в производственный цех. Он небольшой. И стерильно в нем, как в хирургическом отделении. Все блестит и сверкает. Ощущение, что здесь не работают. Но на самом деле это не так. Трудятся в цехе 6 дней в неделю. Отдыхают только в воскресенье. На сегодняшний день, в последний месяц, мы произвели тонну сыра. То есть это переработано на 10 тысяч килограмм. Если огромное производство, оно такое может переработать в день. 10 тысяч килограмм в месяц? Да, молока переработано. А в сыре это сколько получается? Это тонна сыра. Тонна сыра. Это много. Трудятся на производстве всего 3 человека. Сама Агриппина, ее сын и помощница. Рабочий день начинается в 5 утра. Сначала за свежим молоком на близлежащие предприятия. Затем в лабораторию брать пробы. Потом фильтрация, пастеризация и охлаждение до нужной температуры. В общем, процесс многоступенчатый. Добавлю только то, что молоко превращается в сыр примерно за 7 часов. Может быть этот вопрос вам немножко надоел, но тем не менее. Как же вы солнечную Бразилию поменяли на наш такой морозный Дальний Восток? Мы вообще русские. Я родилась и выросла в Бразилии. Но русский язык знала. То есть традиции соблюдали. Даже еда, там что-то осталось. И когда вот запустили программу по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, предложили нам сюда переехать. И как-то, наверное, совпало это с моими интересами. Тогда Россия, это была просто Россия. То есть это было абсолютно неважно, в какой регион. Потому что о России я знала очень мало. Ну а теперь, признайтесь, не пожалели? Нет, не пожалела я точно, не пожалела. Теперь вокруг меня очень много хороших, добрых людей, друзей, любимые работы, дела. Производство сыроварной. На сегодняшний день Агриппину знают как в Амурской области, так и за ее пределами. К Агриппине за сыром. Эта фраза стала для амурчан устойчивым выражением. А она и рада, ведь ее мечта сбылась. Каждый день она сама, лично, развозит продукт всем желающим. Лучше местных жителей знает город. И с огромной отдачей делает свое дело. Я на самом деле и не мечтала, что получится так быстро от сыроварни вот это все организовать. Я живу каждый день, радуюсь этому. То есть мне кажется, что мы можем очень много дать людям. Не знаю, может быть своим примером, может быть тем, что мы делаем. Либо просто быть рядом и подарить немного тепла, чуть-чуть. Так не хочется расставаться, но мне пора идти. Агриппина, если вдруг когда-нибудь у вас появится вакансия, то я готова стать амбассадором вашего сыра, потому что он очень вкусный. Спасибо большое. Вам большое спасибо за гостеприимство и побольше вам туристов. Спасибо. Пока Нина лакомилась сыром, я переместилась в цех рафинации. Кстати, слово рафинация пришло к нам из французского языка. Оно означает «очищать». Именно здесь масло избавляют от ненужных примесей. В этом цехе я вам не скажу ни слова, потому что шумно. Работа кипит. Ну, что я вам говорила. А теперь в лабораторию. Специалисты в белых халатах осуществляют забор сырья каждые два часа. Без постоянного контроля продукта никак не обойтись. Проверяют цвет, влажность и другие показатели. Делается это для того, чтобы избежать массового брака. Ведь главное для любого предприятия – это безопасность готового продукта. Итак, завершающий этап. Готовый продукт, в данном случае жмых, который улучшает пищеварение сельскохозяйственных животных, пакуют в надежные мешки, нашивают этикетку и грузят в вагон. Значит, упаковали, запустили на конвейер, там мужчины встретили. Я показала тебе, зритель, только маленькую часть большого производства. Увидеть все это своими глазами можешь и ты на организованной экскурсии. Промышленный туризм – это интересно. Далеко-далеко на лугу пасутся ко. Правильно, коровы. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. И сейчас я вам все про него расскажу. Обожаю животных, особенно тех, которые дают вкусное молочко. Кстати, я уже в Грибском. Подробности через секунду. В данный момент сейчас мы находимся на территории животноводческого комплекса, который существует с 2006 года. В этом году им получается 16 лет нам. Здесь у нас сама ферма находится на 24 гектарах. Это, если считать, то 40 футбольных полей. На такой большой площади разместились полторы тысячи коров. У них все как у людей. Есть родильный дом, ясли и старшие группы детского сада. С малышей мы и начнем. Здесь принимают отелы. Они находятся 10 дней и уходят на тот коровник. Телята, которые находятся здесь до 10 дней, тоже маленькие, новорожденные. Это перинатальный центр, как мы называем, как уже по-человечески. Они уходят у нас вон туда, в тот телятник под номером 1. Там от 10 до 3 месяцев. А с 3 месяцев они переходят вот сюда. А вот и они. Каждый со своими особенностями и характером. Анна Александровна знает всех. Питаются телята по режиму. Здесь у малышей своя персональная молочная кухня. По мере взросления они перемещаются из одного коровника в другой. Все постепенно. Вот эта маленькая коровка напоминает мне олененка Бэмби с детства. Это мультик, над которым я очень сильно плакала. Да уж, погода сегодня нелетная. Коровки чистые, а я нет. Лето. Ах, лето. Лето жаркое. Будь со мной. Где же оно? Уже все вымокли. Но комбинезон греет. Пару слов о моем белом обмундировании. Его выдают всем туристам. Ведь санитарные нормы должны быть соблюдены. Плюс чистота одежды. А тем временем мы переместились на роботизированную ферму, которая открылась 15 декабря 2021 года. Это оборудование уникальное и в Амурской области представлено только на этом предприятии. Роботы – это здесь нету доярок, здесь человеческого фактора не присутствует. Робот сам ее обрабатывает, сам ее сдаивает первые струйки, сам подключает и сам обрабатывает после дойки. Мне все-таки интересно, как это работает? Технология, получается, доения. Корова находится здесь, на кормовом столе. Она поела, решила пойти отдохнуть. Перед тем, как пройти ей отдохнуть, она проходит через селекционные ворота. И ворота уже считает, нужно ли корове доиться или нет. Если робот видит программу, видит, что корове пора доиться, он ее запустит в накопительный блок для робота. Робот узнает корову по чипу на ухе. Он есть у каждой из них. Таким образом, умная машина понимает, нужно ли сейчас доить животное или еще не пришло время. А они контактные? Да, они доброжелательные. Вот она сейчас просится, я могу ее? Можете легко. Здесь все удобства. Коровки живут по-королевски. Лежат на матах, над ними работает вентиляция. А если вдруг зачесался бачок, то и с этим проблем нет. Почешет специальный аппарат. А расскажите, чем они питаются? Здесь монокорм находится. Тут основной корм, который нет такого по физиологии поделения. У них один рацион. Это идет на 25 литров. Рацион туда входит в зерно-сенаж. А он как будто влажный выглядит. Да, влажность у него должна быть 42-45. Это для того, чтобы лучше была усвояемость. И получается, чтобы не рассыпались размолы и все остальное. Ни за что не догадаетесь, кто кормит животных. Да-да, робот. Он через каждые 2 часа выходит на линию и подкидывает корма. Потом он возвращается и опять встает сюда на зарядку. После зарядки он ровненько все кладет. Вот мы и добрались до самого интересного. Зарубежная машина сама без помощи человека доит корову. Представляю, как такому изобретению обрадовались бы советские доярки. Вот как мы и увидели, да, робот подключил корову. Сейчас мы видим, да, это получается 4 соска. Каждый сосок есть свое давление молока, поток молока. И у каждого есть сколько, например, каждая доля должна дать молока. Вот, например, эта доля 3,9, это 2,5. И как бы в общем, вот эта вот шкала, которая сейчас у нас двигается, да, это средний надой должен быть сейчас ее за вот эту дойку. Примерно где-то 12,5 килограмм. Она может дойти больше. 12,5 килограмм, ну это в литрах? Ну, где-то около 12 литров. Ну, практически равнозначно, да? Каждая доля доится отдельно. Весь процесс занимает всего 8 минут. Корове не больно и не страшно. Во-первых, это дело привычки. Во-вторых, есть отвлекающий маневр в виде корма. После доения молоко по специальной системе попадает в большой резервуар. Ой, пока я говорила, тут образовалась очередь. О, дама, вы в очередь? Мне не надо, заходите. Не могу определиться, то ли это эко, то ли промышленный туризм. Но мне однозначно понравилось. Ну что, сыр я сегодня поела, молочка попила, пора и домой. До города подвезете, а то я уже вся промокла. Да, только за подарок. Имеется. Молодой сыр. Спасибо, конечно, но лучше бы ты мне еще зонтик подарила. Погода сегодня. Ой, поехали. Амурская область занимает лидирующие позиции в России по сбору, переработке и экспорту сои. В качестве доказательства... В качестве доказательства вот это. А что оно? Оно не добывается, а что оно берется? Как его производят? Достаточно красиво. Идем. Продолжение следует...